Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон» в студии Александр Крузе. Сегодня у нас в гостях регент Георгий Смирнов. Георгий Александрович, здравствуйте! Добрый день! Георгий Александрович Смирнов – художественный руководитель и регент мужского хора «Православные певчи» и праздничного хора «Ново-Иерусалимского монастыря». С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных и Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования. В 80-е годы работал хормейстером и регентом в храмах и профессиональных мужских хорах Москвы, в том числе в Мужском хоре издательского отдела Московского патриархата и Московском Свято-Даниловом Ставропегиальном монастыре. Занимался изучением истории русского церковного пения. Издал ряд сборников русской духовной музыки. Был редактором издательства «Музыка». Мужской хор «Православные певчи» организовал в 1992 году из лучших певчих московских храмов и монастырей для участия в торжественных богослужениях и концертах. За годы существования коллектив объездил десятки стран мира с гастролями и выпустил несколько дисков. С 2018 года Георгий Александрович руководит праздничным хором Воскресенского Новоирусалимского Ставропегиального мужского монастыря. Сегодня Георгий Смирнов – гость программы «Канон». Георгий Александрович, Вы уже более 30 лет возглавляете коллектив «Мужской хор «Православные певчи». Скажите, как Вы, будучи молодым выпускником Московской консерватории, на заре нестабильных 90-х решили основать коллектив, который исполняет духовную музыку? Ведь многие Ваши коллеги все-таки вектор более прибыльной музыки выбрали. Некоторые вообще покинули профессию. Так получилось, что музыкальная стезя у меня идет с моего рождения. У меня достаточно музыкальная семья. Мама училась музыке, дед занимался музыкой еще на фронте. Он ездил с музыкальными бригадами и выступал перед частями во время Великой Отечественной войны. И поэтому, кем быть музыкантом или архитектором, или кем-то еще, для меня вопрос особо не стоял. Поэтому, наверное, с пяти лет мама меня привела сначала в музыкальную студию, а потом все это пошло и пошло. А что касается 90-х, то получилось так, что я закончил консерваторию, и вопрос стал о том, где работать. И первым местом моей работы стало издательство музыка. И там я был музыкальным редактором, готовил сборники, редактировал ноты. Там и светская музыка была, духовной, конечно, тогда еще не было. Но как раз возник 1988-й, наверное, тысячелетие крещения России. И я в это время был редактором издательства «Музыка». И была команда сверху, что надо издать что-нибудь духовное. И получилось так, что мне посчастливилось соприкоснуться с рукописями и с копиями рукописей, с пометками Костальского, с рукописью «Все ночного бедения» Рахманинова. Потому что задумали издать это сочинение, и сейчас многие им пользуются этим изданием. Это ведь впервые после... Это впервые после, наверное, сколько, 60 или 70 лет забвения. Так и в выступительной статье было написано, что это является первым изданием после большого перерыва. И вот с мурашками, что называется, на теле, с трепетными руками. Я ездил в библиотеки, соприкасался с этими рукописями, с фериалами, с тем, с моим материалом, который я должен был издавать. И я скажу, что эта музыка... И вот ведь попутно с тем, когда я издавал эту музыку, мне приходилось глубоко проникать в это время, когда она была написана. А время было очень интересное для хоровой музыки духовной. Это было время синодального училища, когда один за другим звезды выходили из синодального училища и становились и регентами, и руководителями хоров замечательных. Вот, разумеется, все это я изучал и в этом как бы варился. И вот, значит, получилось так, что издание-то случилось, и слава богу. И, конечно, это наложило на меня, на мою душу серьезное впечатление. И тогда я пошел в храм. Ну, что делать музыканту в храме? Естественно, я пошел с предложением о том, чтобы там попеть. И меня сразу взяли, потому что образование, потому что умею петь, голос есть. Вот сразу взяли, с первого раза была регент на Арбате Лариса Бабурина. До сих пор ее вспоминаю с большой благодарностью. Она и сейчас трудится в храме. Вот это была моя первая учительница, именно духовной музыки наставница. Было очень приятно. Я зашел в храм, все запахи необычные, ладана, свечей. Это все, я тоже вот зашел с таким стрепетом. Естественно, то, что я много чего не знал в храме, и что поется, я смотрю, ребята многое поют наизусть уже. Там какие-то песнопения, сейчас-то я их, конечно, уже знаю, а тогда для меня они были вновь. Учили на слух? Нет, далее такая была брошюрка «Все ночное объединение и литургия». И там были вот эти тексты основные, выписаны, которые там «Воскресение Христово увидевшее», которые все поют наизусть. Там «Отче наш», «Веру», естественно, вот эти все на литургии. «С подобие Господи», но много вот этих песнопений, которые идут как бы наизусть. И я, естественно, взял эту брошюрку, все штудировал, и уже через 2-3 месяца я тоже пил наизусть, все, что положено. Но вы все время все-таки выбрали именно духовную эстезию, не светскую направленность. Помог как раз этот приход в храм, да? Вот именно случайное взаимодействие с одной стороны, обращение к духовной музыке со стороны издательства, когда я был редактором издательства «Музыка». А потом я пошел в храм, и из храма меня, кстати, пригласили уже ребята, которые там пели. Тогда был большой любитель и пропагандист духовной музыки в те времена, митрополит Петерим Нечаев. И они пригласили меня в издательский отдел Московского патриархата стать хормейстером, регентом в этом хоре. Им в те времена руководил иеромонах Амбросий Еносов. И привели меня туда, я стал работать с ребятами. Духовная музыка и мужской хор – это было настолько волнительно и трепетно. Я делаю что-то руками, какие-то движения руковожу им, а такие сидят серьезные дяди. А я, ну, что, там, 30 с небольшим лет, я, значит, смотрю, они делают, что я говорю. А они такие серьезные, басы, профунды, там, еще какие-то тенора совершенно невероятные, у которых нет границы наверху диапазона. Ну, вот. Волшебство рождается. Это было волшебство, да. И стали мы с этим хором и гастролировать, и путешествовать, и службы были интересные. И в Иосифово-Воловском монастыре тогда он стал... Вот только пошли эти первые его из руин, стали его возрождать, да. И мы первые службы в этом большом центральном храме начали петь. И тогда, вот, я помню, первый раз тоже мы службу пропели знаменным распевом. Брали эти книги топориками из библиотеки издательского отдела Московского патриархата в кожаных переплетах. Топориками, у меня есть, нотная запись такая там, необычная. Нотная запись, да, такая, да, нотка такая, раз, и такая квадратики. Квадратные ноты еще называют. И там они все без тактовых черт, тоже там все длительности свои, все сами изучали, да, по этим нотам там было интересно. По-моему, это издательство Киево-Печерской лавры, где-то конца XIX, наверное, начала XX века. Здорово. И в этом замечательном, огромном соборе на шипении, в унисон, строго, здорово, тоже вот замечательный вокруг него, такая живописная природа. Природа. Да, там озеро, все. Как до сих пор вспоминается, как с владыкой Петеримовым мы ходили гулять вокруг монастыря, там даже. А каким он запомнился вообще? Мы, естественно, все вот так вот, с трепетом серьезная такая большая величина. Он же потом был как кандидат на потерявший престол, да, когда избрали Алексея Второго. Поэтому сам этот факт уже говорит о том, что он уважаемый, серьезный человек. Вот, но вот, что запомнился? Многие говорят, что он был простым в общине, несмотря на свое. Да, вот несмотря на это, вот тот факт, он взял нас, певчих тоже. Мы пошли гулять вокруг монастыря, разговаривали о чем-то, спрашивали, то есть, что-то спокойно. Он взял, искупался в озере, и кто-то из наших ребят тоже купались вместе с ним. То есть, все нормально, спокойно, как бы без лишнего пафоса. Что-то самому музыке что-нибудь говорил вам, подсказал? Нет, как-то... Он очень ценил музыку хорошую. Он ценил, да. Было же три хора он содержал. То есть, представьте, Ариадно-Рыбаковый, Гринденко хор, тоже другой морской просветитель, по-моему, он назывался. И Ариадно-Рыбаковый смешанный хор. То есть, вот и наш. Три хора он содержал, и, в общем, разные у нас были, как бы, дороги. Мы там занимались одним, а не другим. Давайте мы сейчас послушаем ваш коллектив. После музыкальной паузы вы нам расскажете, как все-таки родился хор православной певчи. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем с художественным руководителем хора православной певчи Георгием Смирновым. Слушайте, ребята, обращаюсь к вам, бывшим православным христианам, Ибо вы отступили от Бога, забыли советы веры вашей. Крестное целование приступили, и к ятву стоять до смерти. За дом пресвятые Богородицы и за московское государство. И пристали к ложному мнимому вашему царику Смирновым. Болит моя душа, болезнет сердце, Я с плачем и рыданием вопием. Посмотрите, как Отечество наше Раскисается и разоряется сужими. А по поруганию предаются святые иконы и церкви. Песня. 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 Петерима. Песня. 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 это произошло. У нас были интересные гастроли с Ириной Константиной Архиповой, которая в результате стала моим ангелом-хранителем и путеводной звездой в дальнейшем творчестве и поддержке мужского хора православной певчи. Еще будучи хором издательского отдела Московского петриархата, мы с ней выступали достаточно продолжительная у нас гастроль была по Югославии, в Белгороде. Случилось так, что мне довелось управлять концертами. Ирмана Хамроси поручил мне это, благословил, чтобы я руководил концертами с этой великой прославленной певицей. Тоже такое, ну, были еще и репетиции, тоже это отдельная история, это как, насколько вот великий человек может быть прост и в общении как бы без лишних вот ненужных этих звездных вещей. Когда я начал управлять хором, и она стала и стала петь с нами какие-то духовные песнопения, я тоже удивился, что она стоит как студентка. Она тоже многого не знала в духовной музыке, а я уже все-таки несколько лет в этом варился и как бы мог что-то подсказать, объяснить. То есть, она послушно следовала вашим жестам? Она послушно следовала моим жестам, я поразился, как это может быть такой великий человек. Это было так удивительно и тоже как-то необычно, сказочно, я бы даже сказал. И дальше, когда все в издальском отделе перестало существовать, финансирование наших ребят, а ребята тоже на таком на подъеме, на взлете мне говорят, как же такое это самое, ну мы так пели здорово и все это, иди к Ирине Константиновне, попроси может быть что-то такое, она поможет или как-то. Я пошел к Ирине Константиновне, финансовой поддержки она не имела возможности оказать, но какие-то гастроли, какие-то концертные выступления стали вместе с ней происходить. А вообще, почему так сложилось, что за эти три десятилетия в основном ваш коллектив гастролирует по западным странам? Вас очень редко можно услышать у нас на родине. Небольшой интерес у зрителей? Тогда, тогда, да, тогда больше в 90-е годы совсем было, вот именно тогда это можно было сказать, и это звучало справедливо. Именно тогда духовная музыка как бы не очень интересовала тех, кто организовывал концерты, какие-то сборники, чуть позже, чуть позже, вот сейчас есть возможность, и мы путешествуем, и в том числе по России, вот по Сибири проехались, и ездили на север, и в Херстан-Наэссе были на фестивале. То есть, сейчас стало это больше как бы, ну, за исключением вот этого антракта из-за вируса, да. Вот, сейчас у нас тайм-аут, мы переосмысливаем, обсуждаем, я работаю над библиотекой, записями, вот мы с вами встречаемся, как раз есть хорошие возможности и свободное время для того, чтобы поговорить. Юрий Александрович, а вообще вот название вашего коллектива, оно понятно, что несет в себе смысл. Православные певчи. То есть, все певчи в коллективе должны быть воцерковленными людьми? Конечно, конечно. Все певчи... А сильно ли влияет качество, на качество пения воцерковленность певчего? Есть, есть такое понимание, как чувство, вот какое-то внутреннее чувство. Вот, допустим, тот же Рахманинов, он же не был в полной мере воцерковленный такой человек, он многого в этом смысле не знал. Но насколько получилось одухотворенное и глубокая музыка, отражающая именно русскую культуру, русскую душу в его всеночном бдении. Вот так. Также и с певчими, которые поют в нашем хоре. Конечно, большинство из них, подавляющее большинство, это певчие, которые поют в тех или иных храмах или монастырях. Но у нас были и... Да сейчас уже не осталось таких, которые в храмах не поют, в основном все поют. Вот. Но те, которые приходили вот вновь, они все равно так же, как и я в свое время обратился к церкви, так и они, слушая это богатство, эту невероятную красоту этой музыки, они сердцем начинали чувствовать, что это вот их родное и близкое, и они обращались именно сюда. Просто я лично видел примеры музыкантов, когда просто люди, ну, у них есть образование, и что им остается делать? Какая-никакая работа? Они в первую очередь рассматривают пение на клирсе как работу. Правильно ли это? Есть такие, наверное, есть и такие тоже. Но это уже, знаете, это в любой сфере деятельности есть такие люди, которые рассматривают любое дело, как только заработать. И у нас такие, наверное, встречались. Но мы долго такие люди у нас не задерживались. Конечно, в хоре в первую очередь люди, которые переживают и которые способны своей душой, своим нутром понять то, о чем они поют, и всю глубину этих богослужебных текстов они переваривают, естественно, звук, поэтому получается совершенно другой, естественный, натуральный, и он идет из глубины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова